всем приветики я хотел бы показать вам внутренности вибро сабвуфера дело в том что он у меня упал и сломался то есть наружу он такой вроде бы мощный железный но внутри там стоит пластмасска и когда он упал он сломался и я его разобрал получается вот его крышка просто как такая маленькая кастрюлька вот она вибро сабвуфер башейкер другими словами на 100 вот такая вот крышка а внутри получается все просто что произошло он мне упал мне короче стоял где-то потом слетел упал ударился ребром и вылетела одна штучка вот это а другая вон она от отломалась ну и он продолжил так работать и от этого он-то отреснула и вот это надломилась короче скоро весь упадет вот но тем не менее он работает как бы но но теперь уже он поломан и на самом деле все просто здесь у вибро сабвуфера башейкера получается но сверху просто у нас идет крышка такая ну реально как кастрюля вот она такая маленькая кастрюлька это просто крышка все действие происходит здесь получается вот у нас тоже уже железка тоже нижняя часть сюда приходит два провода в контакты входят куда-то внутрь короче сюда приходит входит внутрь отсюда выходят идут сюда и здесь наматывается катушка вот она медная катушечка получается вот он один провод входит в нее обходит вокруг много раз создает катушку и выходит обратно вот создавая такое магнитное поле не магнитом поля здесь ну да получается здесь такое идет и все это вся нижняя часть а вот верхняя часть получается это просто две пластмасски между которыми закрепила закреплена такая вот как бы амортизирующая пластмассовая часть тоже ну короче две пластмасски те же другую пластмасску и она как бы должна амортизировать и здесь я не знаю зачем еще болтаем прикручена она получается вот это тоже как такая вот крышка вот такая только она стоит в пластмасске вот это крышка вот она уходит сюда она короче вот как это только в пластмасске стоит он она он вон они болты получается вот она начинается здесь идет туда проходит и выходит ну короче то это тоже как такая вот крышка которая стоит в пластмасске и и непонятно зачем туда болты закручены потому что она на клей посаженная откручивал она не вынимается и вот в эту крышку какая-то фиолетовая штука нанесена потом стоит магнит и сверху магнита железка все вся конструкция получается здесь просто контакт контакты вошли-вышли обмотались вокруг вот этого круга этот круг вставляется вот сюда в эту вот такую вот в эту крышку вот такую же только а это точно такая же крышка только она маленькая а в ней магнит и на нем вот эта вот штучка все весь вибро-сабвуфер и даже если вот сейчас включить вот мы включаем усилители вот он плеер с ним провод идет усилитель это питание это звук идет вот он сюда то есть сюда приходит питание отсюда выходит звук сюда с усилителя а входит звук усилителя отсюда с плеером вот мы включаем вроде еще не происходит потому что нет верхней части одеваем верхнюю часть самое интересно что если она полностью сломается то ну короче не знаю как починить я думаю может быть сюда каких-нибудь других пластмассок наложить и проклеить вот это все ну короче вот она обломалась вот эта часть просто какую-нибудь другую пластмасску здесь приклеить и здесь сверху и снизу две такие пластмасски полукруглые или ну или надо что-то думать короче я не знаю как его починить но не она хочу познаю хочу попробовать пластмасску супер клеем приклеить но такую длинную которая будет отсюда до сюда доставать приклеить две одинаковые пластмасски сверху и снизу и по идее и нормально должно быть главное тогда чтобы эта часть не сломалась как за которой она будет держаться ну и вот получается сейчас веселиться работает и мы вставляем верхнюю часть на нижнюю одеваем просто о уже бас идет я еще и еще не не одел а я уже чувствую бас вибрация пошла только жалко вы этого не не видите не слышите а у меня по рукам вибрация уже идет что сиделось погромче вы это услышите ну-ка слышите нет стоп одеваем то есть он уже на расстоянии действовать и это круто правда там полная громкость сделать поменьше то есть он реально работает самое интересное что еще и на расстоянии работает то есть если взять на расстоянии так выключаем разряжена сейчас пофиксим но в общем плеер на зарядке но при этом работает вот и уже то есть достаточно соединить на части она уже будет работать самое крутое что он на расстоянии работает просто и не знаю как это показать может быть одеть на какую-то штуку его айлис листой если одеть вот так по идее ну вот так должен быть должно быть слышно то есть то есть она уже на таком расстоянии работа он даже сейчас играет а без верхней части но тихо очень а сначала добавлять верхнюю часть чем ближе верхняя часть тем громче она будет становиться тоже начинает басы появляться муху греется и надо чего-то дотронулся мне палец обожгу я сам не понял до чего горячая может быть я случайно до этих катушек дотронулся короче такие вот зала так вот работает выбора самуфер ну греет да наверное греется все таки вот эта часть потому что сейчас получается трогаю нижнюю часть вот это вот она очень нагрета очень не очень но такая теплая ощутима соответственно если она нагревается снизу значит тепло идет именно отсюда сверху теплее снизу снизу такое слегка теплое здесь вот по краям уже теплее то есть если то есть это должно быть вообще горячая обмотка на и пальцем затронулся и как-то аж больно столом короче вот так вот выбор сабвуфер баш шейкер выглядит в разобранном состоянии все получается достаточно просто магнит вокруг него катушка все ну то есть на катушку одевается магнит и работает баш шейкер правда у него конструкция такая хлипкая но как можно было сюда сделать пластмасску не могли что ли если эта часть железная и эта часть железная могли бы и эти две крышки сделать железными и вот эту пластмасску белую тоже сделать какой-нибудь из какого-нибудь такого металла который мог бы типа немножко двигаться и при этом это не особо бы влияло на его ну чтобы он не сломался чтобы он мог слегка немного вибрировать и ну получать металл бы он был был бы поворачнее чем пластмасса и даже если бы сабвуфер упал бы то ничего бы не стало потому что вот он упал и пластмасска сразу треснула а была бы уже здесь железка она бы не треснула но пластмасска наверное для того чтобы она не с ну по идее из-за того чтобы будет много и долго двигаться так вот типа вибрировать с ней ничего не станет пластмасска железка наверное хотя и железка бы мне кажется ничего бы не стало просто какой-то более такой пластичный металл взять я просто не особо шарю в металлах но наверняка же есть есть какой-то пластичный металл который может гнуться типа и возвращаться свое исходное состояние вот в общем такая вот такой вот башейкер могу показать его в действии правда громкость она нужно сделать поменьше ну что такое башейкер наверно но надо было говорить сразу для тех кто не в курсе это как сабвуфер штук а который крепится какой-то поверх к какой-то поверхности заставляя эту поверхность как бы звучать ну и вот собственно а без нее без поверхность ой без поверхности ну то есть уже он и не звучит а если положить она есть такой ломки сейчас рассыпется ну короче вот он без поверхность а вот с поверхность такая вот штука ну вот собственно об этом и хотел я записывать видео о том что как вообще он выглядит как вообще башейкер выглядит внутри потому что что я не знал вот а теперь знаю как бы и то что эта часть пластмассовая это как бы не очень ну а на этом все буду пробовать проклеить починить хотя вряд ли это поможет наверно вот но дальше не знаю что с ним делать если и приклеена пластмасска в итоге тоже отломается но я уже не буду мудрить с там что-то выдумывать какие-то там но явно же что такое такую вот штуку полностью вместо пластмассовой какую-нибудь железную придумал но я точно не сделаю поэтому останется только выкинуть его наверно вот ну на этом все всем покидал но после этого нормально